Сегодня хочу рассказать вам о таком очень ценном веществе, который называется потаж. Потаж это калиевая соль угольной кислоты, или по-другому еще называют карбонат калия, углекислый калий, химическая формула калий-2, СО3. Нужен он для того, чтобы делать из него мыло. Это основная цель обычно. То есть можно у себя дома спокойно сварить мыло. Или, например, какое-то другое чистящее средство. И далее я покажу, как очень просто в домашних условиях сделать потаж. Вначале надо взять древесную золу. Я взял березовую древесную золу, также можно использовать любую другую. Но знайте, что в угольной золе потажа будет очень мало. А, например, если жесть стебли подсолнечника, то там будет очень большое количество, 40% где-то в стеблях подсолнечника потажа. Теперь надо золу просеять, после чего залить водой. Примерно 5 сантиметров, если в ведро убрать 10-литровые. Получается, чем больше воды будет, тем слабее щелок. Чем меньше воды наливаем, тем щелок будет более сильный. Щелок это калий, калию аж, калиевая щелочь. Вначале делаем изолы, варим щелок. Можно двумя способами. Один это залить холодной водой и прокипятить. А второй способ, просто взять кипяток и залить. И подождать какое-то время. Я обычно жду двое суток, потому что зола оседает, и после этого ее очень легко сливать. То есть не будет мути. Можно же сделать и поменьше. Есть некоторые способы, как можно быстрее достать до щелок, не переворачивая его. Можно использовать их. Ну а теперь, вариваем щелок. Для этой цели я использую обычный алюминиевый казан. Но вам я не советую использовать алюминиевую посуду, потому что алюминий вступает в химическую реакцию с крепким щелоком, из-за чего в алюминиевой сковородке, в кастрюле могут даже дыры образовываться. И также будьте осторожны, когда выпаривается щелок, он становится все крепче и крепче. Поэтому будьте осторожны, чтобы он не попал вам на кожу. После того, как у нас образовался потаж, он очень плотно прилегает к дну, к дну кастрюли. А нам надо его собрать. Получился, конечно же, не чистый потаж, как, например, в химических лабораториях получают карбонат калия. Но, тем не менее, данный потаж можно использовать для того, чтобы делать более крепкий щелок с целью, например, варки мыла или же какого-то другого моющего средства. Для того, чтобы хранить потаж, я использую обычную стеклянную баночку. Можно также использовать и другую емкость, которая не будет вступать в химическую реакцию с данным веществом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok